Как твой любимый цветок Воздушный поцелуй станет самым дойким Ты любишь, а ты не я, стараюсь все успевать срок Возможно, мало делал я нашей любви Но до конца жизни помню, не забудь, как твой цветок Не забудь, как твой любимый цветок Воздушный поцелуй станет самым дойким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут одни девчонки Не забудь, как твой любимый цветок Воздушный поцелуй станет самым дойким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут одни девчонки Первый день вырубать ворот петли вороты Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановились. У меня прожигаются фильтры. Моргает. Уже не врагает. Машина попросила, чтобы я остановился. Прожег фильтра. Парк Рейджин называется. Вот. Минут 40 займет. Решили перекусить. Сегодня 14 февраля. Как это сказать? Романтический ужин. Ты будешь чай? У меня более чем ел. Кого? Мил. Короче. У нас тут котлетосики Женька надела. Она у нас с собой. Картошка есть. Вот. Чего-то. Тирамису у нас есть. Колбаска. Такое, что дома. Это все из дома. Все. Помидоры, огурцы. Все из дома. Так что сейчас, пока есть время, перекусим. Мы уже едем обратно в Чикаго. Женя устала. Да? Женя устала? А? Немножко встала. Немножко встала? А, ладно. Стесняется. Вот. Так что. В общем, сейчас. Разложим попорционно. Перекусим и поедем дальше. Тут 160 миль до Чикаго. Как раз Рэджин закончится и поедем. Так хорошо, уютно. Я не могу все нарадовать этим столиком. Просто капец. Я так давно его хотел. Ковры новые постелили. Туда ковер. Туда еще. Поролона наклеил. Ну, не наклеил, а подложил. Там еще материал. Короче, ну, чтобы тепло. Тепло реально. Уходить теперь вообще здорово. Вот. И места много. Вот так вот. Вообще, я за этим столиком я так давно охотился. У меня ни в одной машине его не было. И наконец-то. Тяжело их просто найти. Новые, я не знаю, продаются ли мне. Это вот бушные. Мне очень тяжело найти. Поэтому, ну, что есть, то есть. Очень хорошо, ребят. Не буду вас втомлять. Ужинаем. И мы едем дальше. Женя. Не буду. Всем пока. Так, ребят. У нас очередное утро. Ночевали на моем любимом Speedway. Такое место. Мало траков очень. Это US-ка такая. Дорога. Я постоянно по-инсъезжаю. У нас такой легкий завтрак. Пошли, набрали. Женя, этот хот-доги взяла. Вот. У нас есть седан. Мы, короче, что-то решили. Немножко гадости этой поесть. Я постоянно такие беру. Типа как, я знаю, как мини-шаурма, но это просто в лаваша там. Так что, в принципе, да, стартуем. Тут до Чикага нам осталось 250-300 миль где-то. Вот, на разгрузку. Уже опаздываем капец просто по всем фронтам. Да? Это все из-за Жени. Нет. Почему ты вчера не давила на газ? Я вчера посадил за руль. Она ехала-ехала. Обманывай. Посмотри своими честными глазами. Все, ладно, ребят, завтракаем. Гоним сейчас еще заправиться. Надо им скорее в Чикаго. Всем доброе утро. Новое утро. Суббота. Как я уже показывал, здесь, на улице. Сейчас должно потеплеить до минус четырех. Через пару часов. Вот. Мы едем на Ярд. Там есть пару дел. Женька спит еще. Поем, порешаем дела. И тогда уже будем отдыхать до понедельника. А что так дешево? Ну вот так вот, блядь, жили вот такая охуенная тачка. Жили, 2015 года уже не заводится. Белорусское говно наше, блядь. Таксисты. Таксисты, я смотрел, продают. Вот, блядь. 15-го года 2 500. Там, блядь, даже закусал. Присла, наконец-то, моя полочка на панель. Месяц я ее ждал. Что-то они там затягивали с доставочкой. Сейчас мы ее занесем в трак, установим. Посмотрим, как она будет выглядеть. Трак завелся, как в аптеке. Еще, правда, холодно. Вот. Сейчас я, короче... Вот эта полочка. И нам ее надо вот сюда как-то приспособить. Еще не знаю пока, как это все будет выглядеть. Сейчас для начала электронный локбук уберу. Инвертор маленький свой. Подставку для iPad'а. Все это уберу. Дособираю полку. Тут у нее вот такие боковинки. Как я понял, как-то сюда. В общем, такая надпись. We track truck. Балтики в комплекте с заглушками. Вот. Ну, в общем, сейчас на улице уже минус 4. Вот я, как и говорил, что... Да, минус 4. Ну, сейчас трак холодный. Только завел. Сейчас установим. Это последняя деталь интерьера, которую я себе хотел. Вот. Так что... А, ну, еще сюда купил раз, два, три, четыре лампы будут стоять. Потому что вот этого света он очень слабенький. Такой тусклый. Вот. А те светят... Ну, они так вбок светят в лицо. Как-то неприятно, если честно. А эти как раз будут сверху. У меня там есть... У меня тут есть выход. Видите? Провод. Вот я его тестером уже смотрел. На него идет подача. Вот. И я вот сюда выведу, здесь сделаю размотку. Ну, как развязку, как сказать. Извиняюсь. И, в общем, все будет хорошо. Все. Меньше слов. Приступаем к разборке. Короче, вот тут двинул. Что-то лучше было видно. Вот я ее собрал. Боковинки вот эти прикрутил. И заднюю часть тоже. Тут такой хром. Ну, прикольно. Вот эта штучка открывается. Сейчас она должна быть. В общем, потом покажу. Короче, она открывается. Сейчас буду ее ставить. Ну, что, поснимал я свое все барахло. Как-то вот так вот это все смотрится. Пока не знаю. Вроде. Вот это открывание. Ну, она мне нахрен не нужна, конечно, в принципе. Но я подумал, пускай, наверное, будет что. Вот. Эта штучка стоила что-то порядка 220 долларов. Да, дорого. Дорого, согласен. За кусок винила. И там простая, как это сказать, плайвут. Ну, ДСП типа панель простая внутри. Короче, дешево. Наверное, себестоимость, я не знаю, долларов, наверное, 10 от силы с рабочим. Вот. Но здесь в Америке все такие вещи стоят очень дорого. Поэтому как-то вот так. Что, сейчас попробую немножко тут навести порядок. Потому что что-то пока еще непривычно к ней. Хотел вам показать. Хотел вам показать. Я ж тут попал на ремонты серьезные. Сейчас вам покажу свой последний ремонт. Секунду. Вот мой последний ремонт. Перед отлетом в Беларусь домой. Вот, пожалуйста, сумма. 4377 долларов. 28 центов. Поменяли мне тут. Короче, поменяли мне все тормоза. Барабаны, колодки, амортизаторы, две подушки. Поменяли мне передние роторы, диски вместе с колодками. Новые подшипники, новые сальники, новое подвесное на кардан. Масло в автомате, масло в мостах. И, короче, ну, блин, там, ребят, целый список. Плюс я за 2,5 тысячи купил 8 колес назад. У меня за теперь стоит новая китайская резина, правда, новая. Я пообщался с ребятами, говорят, ходят, попробую. Ну, типа Мишлен стоит 5 тысяч. Даже 5300, наверное, с установкой. Это мне обошлось ровно в 2 500. То есть за 8 колес. То есть экономия больше, чем в 2 раза. Ну, вы же понимаете, что... Сейчас такие времена, что с такими ценами, с таким рынком на грузы очень тяжело. Вот. Так что Total мне ремонт перед отлетом домой обошелся где-то в 7 тысяч. Да. Не где-то, а в 7 тысяч. 7 тысяч долларов. Огромные деньги, огромные. Но я уже съездил в один рейс на один кружок. И, знаете, чувствуется, что в машину вложена семерка. Конечно, совсем по-другому себя ведет. Вот. Так что как-то вот так. Ну, все, ладно, все, лирика. Сейчас навожу порядки. И я еще, думаю, наверное, проклею... Вот они тут дали вот эту штучку. Я так думаю, я еще проклею, чтобы она не дребезжала ленту эту. И будет все окей. Я пытаюсь поставить сюда крепление от планшета, но получается, что он становится только вот так вот. И как бы, блин, он мешает полностью обзору всему. И, блин, такое не подходит. Поэтому вот здесь смотрелся бы он просто вообще идеально. Но тогда он закрывать будет эти две кнопочки. А вот этой кнопочкой я пользуюсь. Трэш-контроль и двигаться я не пользуюсь. Но вот верх-вниз я пользуюсь довольно часто. Поэтому, типа, если я ее перекрою, будет не очень хорошо. Поэтому я сейчас попробую вот эти три кнопки переставить вот в эти три гнезда. И здесь тогда останется вот пустота. И, возможно, будет даже неплохо. Ну, попробую, что я тут заработался. Увлекся. Тут все собрались. Ребята, кто паркуется. Вот. Что хотел вам рассказать. Чем я сейчас занимаюсь. Панельку эту я уже установил. Сейчас протягиваю вот такой вот столистый трос. Между вот этими половинками. Вот. Так они здесь зажимаются. Столистый трос. Здесь расстояние, чтобы их можно было снять. Если что-то нужно долезть. Тут они тоже будут сверху фиксироваться. И на ту сторону. Там точно так же будут проводиться. Вот. И... Ну, я так понимаю, что вы понимаете, для чего это сделано. Чтоб не украли. Потому что был такой уже прецедент. Пока я был сейчас в Беларуси. У нас украли эти половинки. С траков. Вот эти пластиковые. С 8 траков. Но нашли. Благополучно вернули. Поэтому я решил больше не играть с судьбой. Сейчас тоже беру здесь. Протягиваю через металлические ушки. Вот сюда. В это ушко. И еще я протяну через 4 аккумулятора. Ну, и здесь где-нибудь сделаю. Уже на замок. Вот. Поэтому будет удобно. Вот моя новая резина. Вот. Протектор. Навье. Все 8 колес. Новые амортизаторы. Все 4 штуки. Вот. Новые подушки. Задние две хорошие подушки. Вот эти вот новые пришлось поменять. Так же у меня там новое подвесное. Ну, не покажу отсюда. Ну, и все остальное тут обслужено. Вот. Трак. Коробка. Тут покажу вам тоже вид изнутри. Вот. Так что, собственно говоря, сейчас я закончу с этим делом. И, наконец-то, подключу себе печку. Потому что сегодня нет времени. Там ее легко подключать. Но вот сейчас с наружными работами завершу. Так что вот так. Вот видите, ребята здесь воруют. И прикол в том, что украли не мексиканцы, а украли свои же ребята, которые здесь когда-то арендовали место. Скажем так, свои же у своих. Вот. Но, слава богу, все нашли. И надеюсь, что их накажут по всей строгости. Потому что воровство это не есть хорошо. Все, ребят, занимаемся дальше. Тут все сегодня суббота. Все сегодня приехали на ремонт. Тех, кто что делает. Такой вот ярдик наш. Ох. Так что все, погнали дальше. Сейчас вот у меня новая баста выведена. Стоит. Вот сейчас подключу выхлопную. И вот здесь вот стоит старый насос, фильтр. Вот. И у меня есть новый насос. Новый фильтр. Вот. И сейчас я заменю, подключу. Здесь все снизу работы сделаю. И уже пойду в салон подключать. Так, ребят, вот я снял отсюда. Видите, остались только проводка. Снял старый насос. Вот. Сейчас все то же самое. Сейчас поставлю на это место новый насос. Ставлю новый фильтр. Вот. Мембрану, наверное, тоже оставлю. Она есть, кстати, новая. Тоже поменяю ее. Вот. И насос и фильтр должен быть под определенным углом. Вот. Имейте ввиду, когда будете ставить. Потом еще куча запчастей, правда. Вот. И это я сейчас ставлю. Это полностью китайский аналог. Потому что я хотел поставить просто вебасту. У меня работала вебаста. У меня все было хорошо. Но у меня она начала, знаете, то работает, то не работает. Обслуживать ее здесь. Но это очень дорого. И тяжело найти, кто обслуживает здесь вебаста. Это раз. А покупать новую. Я уже думал просто купить новую. 600 баксов. Минимум я нашел. Ну, 500-600. А вот эта аналоговая стоит 140 долларов. Ну, разница, вы же понимаете. Даже если она там поработает год, я ее нахрен выкину. Куплю новую просто и все. Поэтому. Все, ребят. Буду собирать. Это уже обед. Надо шевелиться. Система. Вот я уже новую собрал. Вот. Сейчас я ее сюда пришмандюливаю. И, в принципе, снизу работы будут закончены. Еще выхлопную подключу и забор воздуха. Это уже ерунда. Все. Собираем быстренько и идем в салон. Сказать. Короче. Все собрал. Решил поехать домой. Но не тут-то было. Перестала заводиться машина. Вот у меня масса такая стояла. Я начал смотреть, она просто развалилась у меня в руках. Здесь поехать купить такую же новую. Видно, да? 182,18. Думаю, что в СНГ она стоила бы, ну, не знаю, от силы долларов 15 каких. Ну, в общем, не суть. Сейчас я... Вот, и запчасти валяются от старой. В общем, сейчас я ее там все зачищу. Буду ее ставить. Как поставлю, буду пробовать. Ну, ничего нету. Вот такая вот мозаечка. Сейчас я соберу это все. Шпилечка. Сейчас все соберу, поставлю и будем пробовать, что у нас получится. Все, заводится как часики с полуоборота. Ну, видимо, где-то уже вот разливалась старая, треснутая была, может, где-то. Не видно, туда же не заглядываешь, включаешь, работает. Да и не было таких прецедентов до этого. А сейчас хорошо, что здесь, на ярде. Я сейчас подъехал, быстренько купил. И все. Ну, что, в общем, сейчас собираюсь. Вы видите, тут все протянуто у меня, все сделано. Я сделал так, специальное расстояние, чтобы можно было вот снять вот эту, эту. Что-то поделать. И ставлю обратно. Но вот дальше уже не получится унести. Поэтому понятно, что захотят, там перережут это все. Ну, это все. Плоскогубцами не получится, но... Кусачками, конечно, перекусят. Но вы же понимаете, что это все время. Люди... Тут эффект внезапности, скорости у воров. То есть им надо снять быстренько. Они же никакой защиты не имеют, просто ручки отщелкнули и все. Вот. Поэтому они их так и украли, они ручки поотщелкивали, сняли и убежали. А если они увидят, что здесь кабель, они будут тягать. Ну, кто там побежит за кусачками? Ну, сами понимаете. Они лучше бросят и все. Поэтому вот так вот. Вот такой вот сегодня денек у нас получился. Приехал я... В 9 утра что-то, короче, а? А уже начало третьего. Думал на часок. Как всегда. Вот такой он дальнобой. Все, ребят, всем спасибо за просмотры. Поехал я домой греться, кушать и отдыхать. Помылся, переоделся. Вообще огонь. Хух. Что-то ветер какой-то на улице. Короче, все, ребят. Выходные и в понедельник новый рейс. Сейчас поедем в ресторан. Немножко отдохнем и... В понедельник снова на работу. Кстати, дом напротив нас продается. Цены не знаем.